Всем здорова! Вот и подъехал новогодний выпуск драмы Басты, в котором я в очередной раз пройдусь по свежим релизам, новостям, анонсам и всему тому, что произошло в уходящем месяце в мире драм-н-бейса. Если вы все еще не подписаны на этот канал, то сделайте это прямо сейчас, поставьте колокол под видео и будьте в курсе новых выпусков. Мы начинаем! Медведи-убийцы снова в деле. На сей раз трию подготовила порцию фарша, который аккуратненько сложен и запечатан в их новый Nerd Starter Pack, который вышел 11 декабря на американском лейбле Bass Rush. Вместо разговоров давайте послушаем фрагмент трека. 3 декабря Ram Records представил новую компиляцию из серии Ram Rave. Четвертая часть лейблея отметилась знатными работами от новых и уже известных музыкантов, среди которых есть наш проект Focus Fire и трек от Александра Престижа. Не знаю как вам, но лично мне больше всего из сборника зашел вот этот трек. Королевские воблы представил участник проектора Kings of the Rollers, Роуэн Вилкинс, он же Voltage. Трек получил название XRI2i и вышел он 4 декабря на Super Up Records. Данная работа, если уж не заставит вас люто флексить, то уж точно мысленно вернет вас золотые времена клоун степа. Давайте послушаем трек. 4 декабря на американском плейме вышел мой трек под названием Автобан. Вместо лишних слов давайте заценим трек. 5 декабря на американском плейме. На сей раз трек от дуэта из испанской Сивилии, Пикота и Кунг. Рано Пи вышел 13 декабря. В ипишку вошло 3 трека, включая заглавный трек Run, в котором также неплохо вложилась вокалистка из Афин Мариана Рей. Московский лейбл Data Music, по моему мнению, заслуживает статуса лучшего нового российского лейбла. Причин для этого немало, но одно остается неизменным и вполне очевидным. Лейбл выпускает очень и очень качественную музыку от российских музыкантов. Не исключением тому является и новая ипишка Даниила Соберсоул. Релиз под названием Unlock EP вышел 13 ноября. Сделайте погромче перед прослушиванием. Если вы любитель темного, абстрактного и энергичного саунда, то следующий релиз должен вам подойти. Ибо в дело вступает Андрей Сплайн из Самары, который уже давно работает над тем, что делает крайне нестандартный, но находящий своего слушателя drum and bass. Каратэ EP вышел 14 декабря на российском лейбле Ignissant. Британский музыкант Джеймс Эймос является одним из стабильных и не меняющих свой звук drum and bass артистов. Не считая того, что от проекта не так давно откололся второй участник, диповый мастодон напора не ослабляет. В доказательство тому его свежее EP под названием Soul of the River, которое вышло 4 декабря на FlexOut Audio. Давайте заценим тайтл-трек релиза. Еще один продуктивный российский лейбл, радующий отличной музыкой. Конечно же, это Oz Riders Records, которым заведуют Антон Озм и Рома Лоу Райдерс. Лейбл зарелизил новую компиляцию с треками преимущественно российских музыкантов. Various Artist Volume 1 вышел 8 декабря. Давайте послушаем трек. Снова отечественный релиз и на этот раз последний тяжелый релиз этого радара релизов. Астраханский Игорь Чейзер устроил лютый запил с синтетическим интенсивальным релизом на Нейропанк Рекордс. Here's Day с Link EP вышел 27 ноября. Я уверен, что среди драм-н-бэйс слушателей нету тех, кто ни разу не слышал творчества номинанта премии Грэмми британского музыканта Линкольна Барретта, более известного как High Contrast. Звук этого музыканта по сути является визитной карточкой золотых времен Hospital Records и бесспорно является эхом юности многих фанатов драм-н-бэйса. К счастью для нас с вами 4 декабря Линкольн представил свой новый альбом, писав который он вдохновлялся эстетикой старых видеоигр из 90-х. Вместо тысячи слов давайте послушаем трек из этого прекрасного альбома. Последний трек из рубрики и это снова продукт лейбла Life History. Уже прочно устоявшийся на лейбле музыкант Чилл Хоммерс снова порадовал любителей лайтового звука свежей эпишкой. Kind of Love EP вышла 28 ноября. Друзья, вот и снова мы столкнулись с ситуацией, когда интересных новостей просто нету. Так что переходим сразу к следующей рубрике. Погнали! Двадцать восьмого декабря на российском лейбле High Resistance, которым владеет дуэт 2 Whales, выйдет EP от наших парней дуэта Dispession. Но особен этот релиз тем, что преимущественно он состоит из коллабов. В релиз также войдут коллабы с 2 Whales и Tesla Coil. 8 января венгерская нейрофанк-машина под названием It Brain выпустит очередную часть компиляции Diver GCP, в которую войдет традиционно множество работ от артистов лейбла, ну и новичков. В третью часть компиляции войдут треки от Aggressor Banks, Codex, L33, Telekinesis, Foreign Baggers, Chaser и многих других не пропустите. Этой осенью три вот Эдди Киллера запустили конкурс ремиксов на их трек Shine, что впоследствии и дало плоды, чтобы сделать полноценный релиз на нейропанк-рекордс. В EP вошло три ремикса от молодых и перспективных музыкантов, Picotte & Coombe, Moekel и Intercept. Релиз выйдет 27 декабря. 7 января британский Critical Music выпустит новую EP от итальянского дуэта QSB под названием Claire Voyant. Будет очень басово, дипово и, что ж греха таить, очень красиво. Oz Riders Records. В последнее время мы слышим об этом лейбле очень часто. Но все не просто так. Ребята буквально не дают нам передохнуть от свежих и мощных релизов. На этот раз лейбл подготовил компиляцию лучших треков за 2020 год, которая и получила такое название Oz Riders Annual 2020. Релиз выйдет 4 января. Ну что, ребята, добро пожаловать в новую рубрику. Она будет появляться не каждый выпуск, но по мере поступления интересного, рубрика будет время от времени появляться. В данной рубрике я буду рекомендовать другие каналы, ресурсы и полезное чтиво. Первый канал, о котором я хотел бы сегодня рассказать, это канал крутого чувака, прекрасно разбирающегося в музыке по имени Раджан. На его канале вы найдете прекрасный образовательный контент про зарождение музыкантов, музыкальных коллективов, лейблов и даже целых музыкальных жанров. В скором времени на его канале также будет выпуск и про историю драм-н-бейса. На данный момент у него уже есть видосы про зарождение джангла и хардкора. Ссылка в описании. Смотрите и подписывайтесь на его канал. Следующий на очереди канал называется Шов. Создатель этого канала Александр Шов делает прекрасный и живой видеоблог, в котором он обозревает вечеринки, которые сам и посещает. В своих видео он показывает трушную и веселую жизнь питерского рейвера, записывает интервью с интересными людьми и устраивает диджей-стримы. Короче, тут очень душевно. Заходите обязательно и подписывайтесь. Снова образовательный контент, но на этот раз для тех, кто мечтает познать науку аудиопродакшена. Если вам интересен процесс создания треков, сведения, мастеринга, если вы хотите узнать фишки, которыми пользуются топовые продюсеры, то вам на ВК-страницу Дениса Конакова 1.3 проекта Psynchro. Да, это тот самый автор треков вроде «Болгарки», «Пылесоса» и «Лобзика». Заходите и учитесь у мастеров. Ну что, ребята, вот мы и добрались до ништяков. Давайте все вместе послушаем треки, которые были присланы мне от молодых продюсеров. Просьба, как всегда, одна. Пишите, пожалуйста, о треках в комментариях исключительно конструктивную критику. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дорогие друзья, на сегодня это все, и этим выпуском я бы снова хотел сказать вам всем большое спасибо за поддержку, которую вы оказывали мне в этом году. Ваш саппорт помог мне запустить новый проект, который заставил меня все больше полюбить Drum&Bass. Ну и конечно же заняться тем, чтобы создавать контент для вас на регулярной основе. Я поздравляю вас всех с наступающим Новым Годом, и я искренне желаю вам и вашим близким, чтобы новый 2021 год был гораздо лучше, спокойнее и безопаснее. Помните о том, что как бы ни было темно и мрачно, музыка всегда будет светить ярким светом в конце туннеля, а вы не забывайте идти к этому свету. Не забудьте подписаться на этот канал, поставить лайк, поделиться этим видео. Я прощаюсь с вами до следующего года, и да пребудет с вами сила Drum&Bass.